Здравствуйте, дорогие друзья! Программа Тайны Вечной Книги. С нами, как всегда, доктор Михаил Лайтман. Добрый день. Мы на главе, который называется Масай, и в этой главе рассказывается о том, как народ Израиля двигался с места на место, и там и поднялись, и расположились, и двинулись, и расположились. Двинулись с одного места, расположились в другом месте. Со ступенью на ступень духовную, мы уже об этом говорили. Да, мы с вами говорили в предыдущей передаче, говорится о том, как разделить страну, когда войдут туда 12 колен, говорится о городах, в которых должны будут убегать преступники, о городах левитов, и так далее, и так далее. Вот мы к вами пришли, с вами пришли на то место, где говорится, как разделить эту страну. И вот что здесь пишется. «Повелел ему, что сынам Израиля, сказав, вот страна, которую разделите вы между собой по жребию, и которую Бог повелел дать девяти коленам и половине колена. Ибо получила колено сынов Рувина по отчим домам их, и колено сына Гада по отчим домам их, и половина колена Минаши, они получили удел свой. Эти два с половиной колена... За Иорданом. Да, эти два с половиной колена получили удел свой по ту сторону Иордана напротив Иерихона, на восточной стороне». Да. Вот просто немножко, чтобы нам не перескакивать. Вот что такое... «Почему девять с половиной?» «Да потому что есть деление... Ну, тяжело это, я не знаю, как-то... Вот как в Сверотах у нас есть кетер-хухма, половина бины...» «Так». «Так». «Это относится к головной части». «Да». «Гаргартайнаем мы говорим». «Да». «А все остальные относятся к телесной части, к телу, к исполнительной части». «Да, понятно». «Вот две с половиной сфероты относятся к головной части парцуфа, духовного организма». И семь с половиной относится к нижней части парцуфа. «Вот такое деление на половину». Оно объясняется тем, что сфера дбина, она делится на верхнюю и нижнюю части, которые противоположны между собой, но одновременно состоят и вместе в союзе между собой. Потому что самая главная их идея, этих обоих частей, отдача вверх, но вверх ты можешь отдавать, если ты отдаешь вниз. «Вот это хорошо». И вот получается, что противоположные действия, но связанные одной общей концепцией. Поэтому и здесь делится Минаше, ступень его. «Колено Минаше». «Ну, называется колено здесь, да». На две части. Одна, которая будет за Иорданом, и вторая, которая будет внутри. «Понятно». Вообще, вот это вот, конечно, вы сейчас сказали, вот эта вот ступень, которая называется «Бина», она, там столько всего можно рассказывать об этом. Да, это и есть. Потому что это представительство Творца в творении. «Бина» лицетворяет. То есть для того, чтобы отдать наверх, нужно отдать вниз. Да, конечно. Ну, двинемся дальше. Это хорошо, что вот так вот мы чисто габаристически по сфероте прошлись. Это очень хорошо. То есть ощущается мощнейшая глубина во всем этом. Дальше. «Кто введет в страну?» То есть «и говорил Бог, обращаясь к Моше так». «Вот имена людей, которые введут вас во владение страной». Имена. «Вот имена людей, которые введут вас во владение страной». «Элезер коэн, вы Яшуа, сын Нуна». То есть снова устанавливается, кто введет. «Элезер, Яшуа, бен Нуну». Да. То есть есть у вас коэн, и есть у вас руководитель ваш. Дальше. «И по одному вождю от колена возьмите для раздела земли». «И вот имена этих людей из колена Иуды и перечисляется». «Колена Иуды», «Калев, сын Ефумы», и так далее, и так далее, и так далее. «Вот те, кто повелел Бог, вот те, кому повелел Бог определить уделы сынам Израиля в стране Кнаан». Просто мы прошли немножко чисто отнестись к этому, чтобы как не проскочить хотя бы. Знаете? «Почему именно взяты именно?» «Это же не люди, это же духовные свойства. В Творе вообще не указаны персонажи физические. Даже Муше имеется в виду свойства в человеке, в каждом человеке есть это свойство Муше. Да и творец в каждом человеке. И вообще человек – это мир, в котором все, как сказать, в котором находится все, абсолютно все. И поэтому все, что говорится в Торе, это говорится о том, как мне этот свой внутренний мир уравновесить, соединить, исправить, сделать ему правильную настройку, калибровку. И после этого, чтобы я мог его использовать, этот мой внутренний мир, так, чтобы я в небо обнаружил Творца, в его правильном взаимодействии всех его частей, так, чтобы эта гармония, которая внутренне во мне начала образовываться, дала бы мне ощущение высшего существования Творца. Это из силы, которая бы заполняла бы все, управляла бы всем, уравновешивала бы все мои части. Вот таким образом, когда все мои части уравновешиваются, взаимно дополняются, нет ничего лишнего, ничего, чтобы работало с перекосом. Вот тогда во мне образуется такое общее свойство, которое называется Творец. Это и называется раскрытием Творца. Те, кто определяет, допустим, как укладываться коленом на эту землю, как по отношению к Творцу, кто они такие, вот эти лидеры, которые... Это не лидеры, это... Ну, желания, да, скажем так. Это как каждую шахматную фигурку заставишь на ее место. Вот говорится о вот этом Яшуобе Нун, который просто там строил там как бы с Абсалим. Да, 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 помогал Муше устраивать студентов. Да, устраиваться студентов. У него там заведение. Да, и студентам тоже помогал ему, да, делал скамейки, устанавливал все, приводил в порядок его аудиторию. Вот, и он удостоился того, что как бы он и стал главным поколением. Он предан Муше, потому что Тора передается не по знанию, а по преданности Учителю. Потому что в таком случае получается сопряжение двух душ и переливается из Высшего в Ниши все знания, все ощущения, все... Все, что может дать Высшего, он может дать в Нишего, потому что Ниша становится ему покорным. Он просто аннулирует себя и становится орудием полнейшим в руках Высшего. Самое интересное, мы, конечно, немножко возвращаемся, но это важный момент, что не важны никакие, никакие, я специально говорю, знания. Ни знания, ни свойств, ничего не надо, совершенно ничего не надо от наших земных свойств, кроме только одного. Полное слияние с Высшим Парцовом, с Высшим образом, с образом Учителя. Все. На этом просто, ну, я только сейчас начинаю понимать все больше и больше, почему это таким образом работает. Это так тяжело вообще осознать, удивительно, но это, это и есть принцип. И этого никто не понимает, и этого никто не замечает, и сколько не говоришь, я уверен, что я сейчас говорю все равно никто не... Я поэтому и говорю, потому что никто этого все равно делать не будет. Вот. А если будет, так это кто-то очень-очень такой особый отдельный ученик, который и так делает. Я не должен его даже выделять. Он, пускай, расставляет скамейки. Вот так. И никто даже о нем и не знает. А потом так получается, что творец его делает следующим за тобой предводителем. Так что в другом ничего не обнаружится, кроме силы, грубой животной силы, которую он захочет управлять группой, народом в данном случае, который пойдет вслед за Мушей, он может идти только за Ишуа. А вот скажите мне, пожалуйста, вот Ишуа бы и разделил бы все. Для чего же к Ишуа представляется и Лезер Коин? Для чего от каждого колена по одному человеку? А нужно еще и парламент. Как бы. Вот мне интересно. А потому что как же он будет это все делать? Он должен руководить с их помощью. Они должны его поддерживать. Потому что они понимают, кто же он такой. Потому что в нем находится дух Муше. И поэтому они его поддерживают в этом. Единогласно, полностью на равных. И поэтому он получает дух Муше. А иначе бы он не получил. То есть от них требуется работа. Поддержать Ишуа в том, чтобы он был духовным предводителем. А они будут уже то, что он будет им вещать, притворять в жизнь. В каждом своем колене. И в общем в народе. И так далее. То есть ему необходим этот проводник в народ. Конечно. Он сам по себе не должен этим заниматься. И здесь мы видим разделение ступеней управления на две части. Одна, которая связана с Высшим, с Муше и с Творцом. И другая, которая это Ишуа. И вторая часть это вот эти вот предводители колен и Куаним, которые связаны с низшими, с народом. Это снова мы говорим о Бене, да? Да. По большому счету. Дальше говорится о городах. Вот что говорится. «И говорил Бог, обращаясь к Муше, в степях Муава у Эрдена напротив Иерихона так. Повели сынам Израиля, чтобы они дали левитам, из уделов своего владения, города для жительства. И угодья вокруг городов этих дайте левитам. И будут города им для жительства, а угодья будут для скота их, а для имущества их и для всех жизненных потребностей. И для имущества их, и для всех жизненных потребностей их». Вот немножко о левитах. В принципе, левиты, мы говорили с вами, может быть, я путаю. Левиты – это те, у которых нет на дело. В общем, да. Это люди, которые занимаются образованием народа, которые взимают налоги, которые обучают народ, которые обустраивают. То есть это администраторы и учителя народа. Сам народ – это желание получать, которые могут правильно работать между собой и быть связанными между собой, именно только благодаря левитам. Коины – это высшая часть левитов, высшая часть бены, низшая часть бены – это левиты. И все-таки им дается что-то. Будут города их. Да, да, да. И так бы, как бы, все-таки и уделы их, и так далее, и так далее. Да. Ну, то есть это, естественно, что все равно они должны иметь связь и с землей, и с каким-то производством, и с наделами, и со всеми. Но самое главное все равно их работа – это воспитание, образование, судебная часть. В общем, все, что относится к обслуживанию народа. Делать из народа единую систему. Понятно. Это левиты. Да. Вот дальше я вас очень просил бы пояснить. Это здесь очень интересно. А угодья городов, которые дадите левитам, должны быть снаружи стены города на тысячу локтей кругом. Вот начинается. И отмерьте за городом на восточной стороне две тысячи локтей, и на южной стороне две тысячи локтей, и на западной стороне две тысячи локтей, и на северной стороне две тысячи локтей. А город посередине. Это будет для них угодья городов. То есть вот что такое две тысячи локтей, что такое стена окружающих городов? Вот немножко об этом. 2000 локтей, так называемая Аль-Па и Мама, это расстояние, которое называется 10 сферот. Каждый мир из миров, которые находятся под Парсой, то есть вне мира Ацелута. Мир Ацелут называется городом, окруженной стеной, которая называется Парса. И выходящая за пределы города 2000 Ама, это часть, которая относится к городу еще. И она, ну это не только 2000, это 2000 Ама и еще 70 Ама, это называемая Ибу-Рошеля-Ир. Это выпирающая часть. Да, выпирающая часть от города, как выпирает живот у беременной женщины. Так вот, эта часть, этот выступ за городом, которым приходятся эти владения, они являются владениями города и считается, будто бы стена городская находится вне их черты. Еще выступает как бы за 2000 Ама, это примерно 1000 метров вне города. То есть для ясности, город, вы сказали, это как бы... Ацелут, мир Ацелут, олицетворяет мир Ацелут. А все, что выступает вне города на 2000 Ама и 70 Ама, ну это назовем грубо 2000, то это называется еще дополнительная часть, относящаяся к городу. И в ней также действуют те же законы, что и в городской части. Вот тогда просто... Допустим, в городе в этом запрещено, ну допустим, как сегодня, запрещено курить. Значит, и в районе 2000 Ама вокруг городской стены запрещено курить. То есть здесь у нас город, есть вокруг стена и есть еще 2070, скажем так, да, плюс к этому. Нет, сначала 70, потом 2000. 70, потом 2000, да. Вот говоря о желаниях, вот вы говорите, город это Ацелут, то есть город это в принципе... Город это те желания, которые уже исправлены, и в которых все, так сказать, ну, все равновешено. Это чистый такой белый город, да? Все ради отдачи и любви взаимной между собой и к Творцу. А это же действует и в 70 Ама, и в 2000 Ама. Но все-таки то, что вне города, относительно города, обладает несколько иным как бы статусом. Есть определенные законы, которые все-таки не то, что можно нарушать, а немножко облегчать их. Вне городской стены. Вот я задам, может быть, этот вопрос немножко странный. А вот с точки зрения мира, например, вот мира. Вот вы все время говорите Эр-Цесраэль, да, допустим. Эр-Цесраэль является городом по отношению ко всему миру. Да, конечно. Можно так сказать, да? Конечно, да. И вокруг этого города, вокруг этой страны, есть Зайордания, Иордан, ну, то есть вся Иордания. Ливан, Сирия и Вавилон. Вот эти все части, они называются как бы включающими, примыкающимися к земле Израиля, и в них существует определенная мера святости. Все остальные части, они уже делятся по мере несвятости своей. То есть, в принципе, пупом земли, вот этим ацелутом является земля Израиля по большому счету. Да, конечно. То есть, если высшая сила проявляется, грубо говоря, в нашем мире, то она проявляется через эту географическую территорию. Ну, скажем так. И добавим еще в нас, да? В нас. Вот это точнее. Дальше. В общем, человек, конечно, должен представить себе, что весь мир, это в нем отражается. И нету мира вокруг нас. Нету всего того, что мы ощущаем и видим. Это все лишь в наших субъективных ощущениях. И поэтому не надо... Тогда он поймет вас сразу. Сразу становится это все. Воспринимать существующим то, что существует. Это все несуществующее, а только существующее внутри нас. В наших внутренних представлениях, свойствах. И поэтому, если мы их будем менять, мы будем представлять себе мир, существующий все более и более и более виртуальным, духовным. Таким, что он будет расплываться, размываться. И мы будем ощущать себя все время восходящими к все более невещественному пространству. То есть не стоит вас спрашивать о связи материального Израиля, допустим, с миниером. Нету этого материального Израиля и вообще мира. Нету этого ничего. Это все только в наших ощущениях. Но надо постараться так, чтобы еще не умирая в нашем мире, в нашей жизни, вот в этой сейчас здесь ощутить этот высший мир и существовать в обоих мирах. И это ощущение никому не передашь, но стремиться к тому, чтобы раскрыть его, необходимо. Хорошо, пойдем дальше потихонечку. А в городах этих, которые вы дадите левитам, шесть городов для убежища, которые отведете, чтобы убегать туда убийцы. И сверх этих дадите сорок два города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, сорок восемь городов и угодья при них. То есть сорок восемь городов дать левитам, если можно сказать... И шесть городов будет... И шесть городов убийцам. Да, убийцам. Но это тем убийцам, которые по неосторожности убили. То есть, которые якобы опасаются кровной мести. Но это все на духовных уровнях, это все не так. Ну вот дальше там будет немножко разъяснение. Этот творец подставляет человека, чтобы он навредил другому человеку, якобы навредил, для того, чтобы таким образом исправить того другого человека, убив его эгоистическое желание. Это, ну, не знаю, можно в это влезать, но тогда у нас получится еще целая книга. Ну, оно интересно, конечно, в это влезть. Нам придется в это влезть, потому что дальше немножко об этом рассказывать. Ну, мы по ходу дела, может быть, вывозь. Так вот, таких вот есть шесть мест. Это Хеседвур, Атефер, Нецеход, Есот. А, поэтому шесть. Да, конечно, шесть против шести. То есть, это Зарампин такой. Да, нечистые и нечистые места. И человек должен в них скрываться. Он имеет права оттуда выходить. Он может оттуда выходить, но тогда его можно убить. Да, вообще это. Интересный вообще закон. Ты должен на всю жизнь убежать в этот город? Да. Да. То есть, ну, это... Ты не можешь убежать просто так в этот город. Если ты убил кого-то и убежал, то есть суд, который постановляет, что это ты убил. Не нечаянно, а чаянно. Умышленно. Да, своими чаяниями. Умышленно. И тогда тебя оттуда вытаскивают и делают тебе то, что надо сделать. То есть, для тебя такой город не существует, для такого. Нет, это только для случайно. Вот так вот, что значит, подвернулся под руку. Так получилось. И действительно, суд присуждает такому человеку изгнание в этот город. И он там существует. Семья присоединяется к нему. В общем, там это все обустраивается. Но в этих городах, только в этих городах, они могут жить. Эти несчастные, как это называется, неосознанные убийцы. Ну, сделанные неумышленные убийцы. Вот интересно мне так представить, конечно. Мы дальше еще почитаем об этом. А потому что тюрьмы нет. Вот что интересно. Нет в... Не говорится вообще ничего о тюрьме. По истинно, духовным законам тюрьмы нет. Тюрьмой называется наша жизнь. То есть, мы в тюрьме. Да, мы в тюрьме. А изгнание, ну, это... То есть, они там живут, как бы. Но они не могут... Это люди, которые не могут соединяться со всем остальным народом. Нет в них возможности соединения, слияния, любви ко всем. То есть, такой город неумышленных убийц. Да, да, да. Живут там убийцы, вот просто так вот живут. Они же не виноваты. Это таким образом, каким-то образом, высшее управление через них таким образом сработало. А вот как происходит... Ну, просто нам не так много осталось. Как происходит перевоспитание их? Как происходит их осознание? Это не перевоспитание. Их нечего перевоспитывать. Они не виноваты. Ну, их отделяют же все-таки от... Их отделяют, чтобы не было кровной мести. Чтобы их не убили. Да, точно. Дальше пишется об этом, да. Чтобы их не убили. Они... Потому что они будут кого-то убивать. Они... Они всю жизнь сожалеют об этом. Но они сожалеть должны при этом, исправляя свое сожаление, потому как это действие Творца. Это непростая вообще задача. То есть, они осознали это, да. И они, в принципе, осознали, кем это руководилось. Что это руководилось Творцовым. Дело в том, что... И являются жертвами. У человека они являются жертвами. Но они являются жертвами, потому что они в чем-то нарушили единство. То есть, они где-то должны были принять на себя четкое условие, что кроме Творца нет никого. И они это условие приступили. Они вдруг начали где-то чувствовать, что они что-то делают, они творят через них. И таким образом и произошло это действие. То есть, какой-то вред, кому-то убийство через них. То есть, тем самым и так произошло отстранение... Это исправление. И это их исправление. То есть, исправление в том, что через них произошло такое действие. И это действие произошло на кого-то. И теперь их за это как бы наказывают. Но это все исправление. А тюрьмы на самом деле нет. Вот что интересно. А мы видим, что и сегодня тюрьма никому не помогает. Наоборот. Выходит из нее только как из университета более отъявленные уголовники, террористы и так далее. Вот это, кстати, никого ничего не учит, на самом деле. Тюрьмы множатся. Нет, так мы приняли совершенно другие законы. Мы же не работаем над этими законами, которые в Торе описаны. Тогда и государство, и народ, все надо переделать. Для этого надо всех перевоспитывать. Что ты? И руководителей народа, и физических, и материальных, и духовных. Все надо изменять. Конечно. Вот чтобы просто не идти дальше, потому что не так много времени, мне жалко очень двигаться дальше. Что это такое в работе человека? Если можно только эту картину рисовать. Города эти, и вот это мое преступление внутреннее. Что это? Это движение человека к самопознанию, к самоосознанию, к самоанализу. Где я нарушил в своем представлении, в своем мировоззрении, в своем отношении ко всему-всему-всему и к себе в том числе единство Творца. То есть, где я отнесся к чему-то, что делаю я, или что делают другие, а не то, что это делает через нас Творец. А мы в его руках являемся исполнительными инструментами и не более. И вот в каждом своем действии я должен думать только о том, как быть абсолютно совместимым с его волей, с его задачей, с его действием. И тогда лишь я буду находиться в этом во всем общем соединении, слиянии, механизме, как интегральная правильная часть. Это здорово. Да. Вот если этого во мне не будет в какую-то минуту, я кому-то где-то как-то наврежу этим, ведь мы соединены между собой, как шестеренки вместе в одной машине, сломалась какая-то шестеренка из-за того, что я нарушил вот эту единую связь в своих мыслях и в своих желаниях. Это значит, я убил кого-то. Я точно определяю убийцу внутри себя, да? Да, 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 да. И таким образом сейчас я остаюсь в этом механизме. Но чтобы компенсировать то, что я причинил этому механизму разбаланс, вред, поломку, для этого я должен чувствовать себя, как находящийся в городе убежище. Ну и там уже идет внутри целая работа человека над собой. Ну, по-моему, отлично. Спасибо. Спасибо, что есть у меня такой подарок, с вами делать такие передачи. Спасибо, дорогие друзья. Будем и дальше послушать, что такое городное убежье. Дальше очень интересно. Когда-нибудь приступим к его реализации. Да. Спасибо большое. До свидания. До свидания.